Доброе утро! Сегодня на кухне с вами я, Екатерина Шитикова, и я приглашаю вас приготовить ароматную, пряную, томатную подливу. Нам понадобятся самые яркие, самые свежие овощи, качественные, вкусные сосиски, немного томатной пасты и поехали! Что нам нужно сделать? Можно, в принципе, сразу включать нашу плиту, пускай сковородочка греется, а мы пока начнем нарезать. Нарезать нужно все овощи брусочками, в произвольном стиле, как вам больше нравится. Лук можно в нашу подливу тоже покрупнее нарезать, потому что со всеми овощами он будет достаточно гармонично смотреться в нашем блюде. Первым давайте отправим лук, если масло наше уже прогрелось. Как вы понимаете, главное преимущество этого блюда – его красочность. В общем, нарезаем мы все овощи, за исключением помидора. Сельдерей нам понадобится. Ох, сельдерей, какой аромат придает любому блюду, будь то горячий или салат. Морковочка. Смотрите, что я сделала. Я предварительно фигурной овощечисткой почистила ее, и она так мило будет смотреться в нашей подливе. Красота – это важная составляющая блюда, на самом деле, не стоит этим пренебрегать. Все в сковородке, мне уже все очень нравится, очень ярко. Нужно, чтобы наши овощи немного потушились. Добавим соли, наши сосиски – основной ингредиент. Согласитесь, что особенно если в доме есть мужчины, чем мы будем их удивлять, если в нашей сковородке будут одни только овощи. А сосиски ратимировские – это все-таки гарантия того, что все съедят с большим удовольствием наши блюда, потому что готовятся они из натурального мяса. И вообще сосиски ратимировские у компании «Ратимир» – это особый продукт, которым гордятся. Каждый год получают очень значимые премии. И в этом году в крупной международной выставке сосиски ратимировские были отмечены как лучший товар года. И однозначно именно с этими сосисками можно смело готовить и солянки, и просто запекать, и делать какие-нибудь домашние хот-доги, развлекаться как угодно. Детям можно смело давать, потому что состав абсолютно натуральный. Когда наши овощи немного потушились, самое время переходить к томатам. Здесь же аккуратненько нарезаем чесночок. И вот так вот вместе наши томаты с чесноком мы отправляем к остальным овощам с сосисками. Все, вот здесь уже появляется та самая сочность, которая нам нужна. Для пряности добавим немного молотого перца. И в этот же момент мы добавляем томатную пасту. Перемешиваем. И все это прекрасное ароматное разноцветие мы оставляем томиться. Буквально минут на 7. Наша ароматная пряная томатная подлива с овощами и ратимировскими сосисками готова. Предлагаю подавать эту подливу вместе, например, с гречневой крупой или с рисом, как вам нравится. А я бы съела и так. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин